Здравствуйте, друзья! Продолжаем с вами читать заметки по гео-стратегии Андрея Юрьевича Школьникова. И сегодня у нас ротация властителей Дум. Раздел «Теория власти». Выше была описана схема управления гуманитарными вопросами и смыслами глобалистов. Используя инструменты непрямой цензуры и методы сетевых структур, держав, когда ресурсы противника перенаправляются и работают против них. Последние 30 лет Россия была встроена в эту систему. И мало чем отличалась от большей части стран мира, позволяя правым либералам, глобалистам продвигать свои нарративы и смыслы, уничтожая традиционную культуру. В России не было своих властителей Дум. Точнее, они были марганализированы, а их роль выполняли компрадоры, способные улавливать, транслировать и усиливать либеральные нарративы. Подобная вторичность стала отличительной чертой всех самых ярких представителей богемы, общественных наук, киноиндустрии и т.д. Многие из них проявили свою русофобскую сущность в начале 2022 года, когда кураторы не оставили выбора, отдав прямой приказ. Это открыто раскачивать ситуацию внутри страны. Исправление ситуации – процесс долгий и непростой. Чистить нужно с головы, где самая гниль. Вопрос введения цензуры не стоит. Без этого не обходится ни одна независимая и сильная сторона. По-другому не получится защищаться от яда и ментальной отравы. Вопрос в формате цензуры. Прямая и открытая, но с шансом на покаяние и исправление. Как было в СССР. Или не прямая, скрытая, но более жесткая и непрощающая ошибок, как действует на Западе. Целесообразно совмещать. Наиболее явные и жесткие противоречия пресекать на корню, как угрозу национальной безопасности. А для более тонких и чувствительных настроек применять опыт Запада. Для последнего необходима полная ротация моральных авторитетов по всем направлениям гуманитарных и общественных вопросов. На этих позициях должны быть люди, что своими оценками и примером однозначно определяют границы допустимого, не оставляя намека на двухсмысленность. Практически все, претендовавшие на эту роль до 2022 года, вскрылись как русофобы или заняли нейтральную позицию, колеблясь с линии партии. У первых нет настоящего и будущего, ну а во-вторых есть, их не трогали, но и нет будущего. На этих позициях должны быть принципиальные люди, не подставляющиеся, а изначально обладающие должным взглядом. Они должны придерживаться одних и тех же принципов и позиций все последние годы, только теперь говорить это громко и открыто. Если чиновники-контролеры бюджетов могут быть криптопатриотами, которые вовремя поняли веяние времен и встроились в новое реалии, то властители дум даже в самые сложные времена должны были выступать фрондой либеральному дискурсу. Последнее чаще всего означает, что их талант и личные черты были столь сильны, что им прощалась нелояльность и их держали в системе. Процессы занимают годы, но ротация людей с позиции «чего изволите» началась. К сожалению, Александр Калягин не только не справился, но и умудрился публично начать жаловаться, что в АПРФ его обвинили в недостаточном патриотизме, хотя он ничего такого не делал. Вот именно, не делал, когда надо было. Чистить будут минимум год, стараясь отправлять без скандала на пенсию и с благодарностью за выслугу лет и дембельским аккордом, подобно Григорию Явлинскому. После определения новых властителей дум не надо путать с лидерами мнений. Зачистка и ротация отвечающих за бюджеты чиновников и менеджеров пройдет оперативно. Многие поймут и перестроятся. Они все же люди функции. Остальных попросят на выход. Когда авторитетный человек, пользующийся доверием, авторитетному у первого лица и поддержкой населения вдруг публично выскажет недоумение и критику, это будет сложно не заметить. Руководитель корпорации, губернатор или министр вынужден будет разбираться с непонятным и второстепенным для него вопросом, за которые ему неожиданно пролетело. Это практически гарантированно приведет к увольнению подставляющего его индивида, хотя бы снятие с него ответственности и назначение такого, чтобы данное направление более не приносило проблем. И да, фабрики мыслей на Западе финансируются и координируются сложным образом, но это направление для страны периферии и полупериферии даже не предусматривалось. Вот так. Спасибо, что дослушали заметку до конца. Пишите ваши комментарии, ставьте лайк, если понравилось. Желаю вам всего хорошего.